Этой встречи зрители ждали два года. Творческий вечер Михаила Ильина на сцене театрального центра «Жаворонки» состоялся в феврале 20-го. Казалось бы, сейчас ничто не должно было помешать этому долгожданному событию, но и в этот раз увидеть Михаила лично гостям театра не удалось. Серьезная болезнь подкосила поэта. Творчество стало интереснее, ярче, скажем так, разнообразнее. Ну и в этом году на сцену выходит вокально-инструментальный ансамбль «Крылья». То есть такая мощная поддержка. Ансамбль на протяжении года репетировал песни Михаила Ильина. Есть часть песен, которые музыка к стихам Михаила Ильина написана Иваном Лосорыбом, руководителем нашего вокально-инструментального ансамбля. Это все наши артисты молодежного театра. И сегодня они поют вместе с ансамблем песни Ильина, читают стихи. И это, мне кажется, достаточно интересно. За 17 лет существования театра «Крылья» по причине болезни актеров не был отменен ни один спектакль. Вот и в этот раз артисты с блеском исполнили песни и стихи автора. А ведущая вечера Ольга Кобецкая подробно рассказала о его жизни и творчестве, ведь они неразрывно связаны между собой. Моя душа – церковный светлый храм, беленый свод с орнаментом лепнины, молитвы, шепот, свечи по углам и в воздухе парящие картины. Актеры театра подчеркивают, Михаил Ильин для них за эти годы стал не просто другом и близким человеком. У него учатся, к нему прислушиваются, на него хотят быть похожими. Именно ему принадлежат многие традиции, которые были заложены с момента создания труппы театра. Я люблю так тепло кинуться в воспоминания, становление нашего знакомства. В времена, когда Михаил организовывал труслет для всех наших ребят, для всего наших актеров «Крылья», мы выехали в Карелию, по Ансак Петербургам, и устроили там настоящий забег, настоящие спортивные соревнования, и это было все в походе, в палатках, это настолько было живо и интересно, и Михаил был как идейный вдохновитель этого всего. Настолько меня этим поразил, что уже спустя, можно сказать, лет 15, я сам стал неким вдохновителем своих друзей и товарищей, и теперь мы тоже собираемся вместе, выходим в палатках, отдыхаем на свежем воздухе. Это дом, это такое, знаете, ну не просто часть, а семья, да, в которой хочется быть, в которой хочется поддерживать и помогать, и участвовать, и приглашать. То есть мы давно дружим, мы все вместе, и вот отношение в семье какое друг к другу. У меня к ним такое же, и, ну, надеюсь, у них ко мне такое же. За время пандемии Михаил Ильин написал не одно стихотворение, а целый цикл. Многие из них вошли в сборники лучших поэтов России, а автор был удостоен наград. Стихи о войне – это особая и очень ценная часть творчества поэта. Особенно произведения, написанные после съемок документального фильма «Память», режиссером которого выступил Михаил. Я помню, как лихо крутил на бегу своей бронебойной махиной, прикладом расплющивал каски врагу, как будто тяжелой дубиной. И потом, уже вечером, выбив врага, узнал после спавшего ражи простреляно пулей на вылет нога, а я не почувствовал даже. Зрители ждут скорейшего выздоровления поэта и приглашения на встречу с актером, режиссером, сценаристом и художественным руководителем театрального центра Жаворонки. Мария Шматкова, Станислав Трифнов, телекомпания «Одинцова».